Великий человек награждает награду, которую согласился принять. Кшиштоф Конколевский. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Недавно актрису Марию Шукшину государство наградило орденом за заслуги перед Отечеством. Она что-то даже сказала на этом выступлении после награждения. И вот сейчас пропагандисты всячески сравнивают Марию Шукшину, что называется, с землей, а оппозиция, наоборот, превозносит ее до небес. Мне хочется поговорить об этом и высказать мнение обычного человека, гражданина своей страны. Ну, во-первых, мне хочется сказать, что актеры и актрисы, они кормятся с руки вот этого государства. У нас нет частных кинокомпаний и частных театров. Все это финансируется государством. Кроме того, актриса Мария Шукшина принимает все-таки награду на свою грудь, носит ее. Мне почему-то вспоминается 1998 год. Президент России Борис Ельцин хотел наградить орденом апостола Андрея Первозванного Александра Солженицына, писателя, диссидента. Но Александр Солженицын отказался от этой награды. Я сейчас не буду останавливаться на личности Александра Солженицына. Кто-то его ненавидит, кто-то его ценит, уважает. Не в этом дело. Но факт остается фактом. Александр Солженицын отказывается от ордена Андрея Первозванного. Объясняет это тем, что он не намерен принимать данную награду из рук верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния. А актриса Мария Шукшина без зазрения совести принимает ее. Это факт, друзья. Следующий момент. Издревле и по сей день актрисов, проституток, самоубийц не хоронят вместе с верующими людьми. Это факт. Адмирал Колчак в свое время говорил так, что не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они будут служить любой власти. Друзья, это все факты. И мне сегодня хочется поговорить все-таки о наградах. Какая награда может быть обычному человеку от этого государства? Я не беру тех людей, которые действительно совершили какой-то подвиг, спасли людей или что-то. Ну вот сделали действительно героическое. Они достойны, конечно, награды. Но вот у меня вопрос возникает. А что за свою жизнь сделала такого героического актриса Мария Шукшина? За что ее награждают орденом за заслуги перед Отечеством? Она построила 100 домов, спасла 100 людей или что? Я не понимаю, честно говоря. Вот у меня бабушка, да, она получила награду от этого государства. Она провела 9 месяцев на принудительных работах на лесоповале. В итоге она потом в старости стала горбатой. У нее выпали все зубы. Она рассказывала, что женщины на лесоповале работали даже без штанов ватных. Извините, хоть нас и называют ватниками, но она работала без штанов. Потому что не было штанов. И юбку приходилось закалывать булавкой. И она работала в кирзовых сапогах. И был такой закон. Норму не выполнил, из леса не выходи. Вот, друзья, я бы таких вот обычных тружеников награждал орденом за заслуги перед Отечеством. А такие люди от государства получали награду в виде срока, в 9 месяцев исправительных работ. А знаете, за что она получила такую награду? За то, что она вовремя не явилась на работу. У нее не было обуви. В итоге она подождала, пока ей сплели лапти. Жила она в деревне. И только после этого явилась на работу. Вот это стало причиной данной награды. Друзья, я считаю, что не надо награждать артистов орденами за заслуги перед Отечеством. Это мое личное мнение. Они этого не достойны. Вот недавно тоже пример яркий. Актриса Екатерина Васильева, она ушла в монастырь. Приняла постриг. И она сказала так, про актерскую деятельность свою, что я потеряла пол жизни. Я никому не советую заниматься данной деятельностью. От себя хочу добавить, что я считаю, актерство это просто кривляние душой. А православному человеку, верующему человеку кривлять душой нельзя. Надо всегда говорить правду. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Если не понравилось, палец вниз. Но, пожалуйста, объясните свое мнение. Пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Пишите ваши комментарии. Юлия Нева. Миниченый. Продолжение следует...